Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Moto G85. И сейчас мы вместе с вами будем настраивать клавиатуру. Итак, мы открываем настройки. После этого проходим в раздел «Система». Здесь мы выбираем клавиатуру. Далее экранная клавиатура и Gboard. И первое, с чего мы можем начать, это языки. Здесь мы можем добавить раскладку. Для этого нажимаем «Добавить клавиатуру». Выбираем далее язык. Выбираем раскладку. Вот, нажимаем «Готово». Если вы наоборот хотите удалить какие-то языки, нажимаем на карандашик в правом верхнем углу. Выбираем раскладки, которые хотим удалить. И нажимаем на значок корзины. Дальше можем перейти в «Настройки». Здесь мы можем добавить ряд цифр клавиатуры, либо убрать его. Также можем показывать переключатель эмодзи, либо переключатель языков. Я выбираю языков. Можем настроить режим управления одной рукой, то есть выбрать справа, либо слева, и тогда клавиатура немножко уменьшится, и перенесется либо вправо, либо влево. Можем включить звук при нажатии клавиш, и изменить громкость звука. Я обычно отключаю звук. Также можем включить, вернее, виброотклик на нажатие клавиш, и настроить силу вибрации. Я обычно отключаю вибрацию. Также можем увеличивать при нажатии и долгое нажатие символа включить. То есть, если мы будем зажимать где-то палец на какой-то клавише, то мы сможем ввести символы, которые будут находиться под этой клавишей. И можем настроить длительность долгого нажатия, а также настроить чувствительность к касанию. Дальше можем перейти в тему, и здесь мы можем выбрать тему. Либо какие-то цвета, либо градиенты, пейзажи, либо по умолчанию тему. Либо можем нажать на плюсик и уже выбрать что-то из нашей галереи, какую-нибудь картинку, и установить ее на тему клавиатуры. Далее можем перейти в исправление текста. И здесь мы можем включить, показывать строку подсказок. Вот, это классная вещь. В принципе, я ее всегда включаю. Также можем подсказывать слова. Вот, то есть, если у нас включена данная функция, то нам будут предлагаться подсказки на основе предыдущего слова. Также можем включить фильтр нецензурных слов и можем предлагать контакты. Но для этого нужно дать доступ, разрешить доступ к контактам. Можем изменить автоисправление, вернее, не изменить, а включить его или выключить. А также можем включить бэкспейс отменяет автозамену. То есть, если мы нажмем на клавишу бэкспейс, после автозамены будет восстанавливаться введенный текст. Далее. Можем включить пробел после знаков припинания. Правда, эта функция доступна только при вводе на английском. Но если вы печатаете на английском, то почему бы не включить ее? И можем устанавливать, вернее, включить автоматически из-за главной, я обычно отключаю. И точки автоматически, то есть после двойного касания клавиши пробел будет ставиться точка. Также можем включить проверку правописания и грамматики. Дальше. Можем настроить здесь непрерывный ввод. Можем включить или выключить непрерывный ввод. А также, если включаем непрерывный ввод, можем выбрать, будет у нас рисоваться линия или нет. Также можем включить удаление жестом, либо выключить. И включить управление курсором можем. Дальше. Можем перейти в голосовый ввод. Тут мы его можем включить или выключить. Далее можем перейти в буфер обмена. И здесь мы можем показывать недавно скопированный текст и изображение на панели с подсказками, либо показывать такие элементы, как адреса и номера телефонов. А также можем сохранять недавние скриншоты в буфере обмена. Для этого нужно разрешить доступ к фотографиям. Можем перейти в словарь. Нажимаем личный словарь, выбираем язык, нажимаем на плюсик. И здесь мы можем ввести слово или выражение. Например, давайте с днем рождения. Здесь вводим сокращенный вариант данного выражения. И после того, как мы будем вводить вот эти три буквы, мы можем заменить их на полное выражение. Дальше. Эмоти, стикеры и GIF. Здесь мы можем включить панель быстрого доступа к эмоти. Также можем показывать эмоти на клавиатуре символов и с аппаратной клавиатуры. Далее можем показывать кнопку для добавления нескольких эмоти. Можем включить данную функцию. Также можем включить подсказки при поиске контента и при вводе текста. И также можем включить подсказки со стикерами. То есть нам будут предлагаться стикеры при выборе эмоти. Вот. И в принципе на этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»!